всем привет будем писать горы значит начнем с небольшой подкладки вот что такое это вот у нас про плак и данный случай пациент глубоко все тут что-то наподобие меня было вот я почему-то не нашел и решил сделать еще одну такую быстро быстрый короткий урок как написать горы вот вот сделаем такую не что-то похожие если я немножко преобразую это дело такая гора где-то на восходе время восхода он беру ножку умбру ленинградской вот это и чуть-чуть фц голубого и получается у нас почти черную смесь так тонким слоем все заполняем вот чуть можно вот и такой сияны чуть использовать тоже с голубой пц немножко обогатим вот этот темный момент вот 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 это вот такое можно сказать более близкое нам место можно довольно таким темным а вот чуть подальше от нас удаляется гора и немножко воздушную перспективу и вот это воздушный заслон такой немножко делает чуть посерее том чуть высветляем к для этого уже мы можем белила вот я сюда намазал чтобы видно что белило добавляем и почти то же самое что нам до этого делали да вот чуть сияны чуть этого и вот я получаю что такое серенькое вот здесь немножко зелень ушло и чуть краплака добавляю вот что такое вполне устроит вот тут мы сделаем такой хребет вот и такой мягкий переход вот в эту темноту вот немножечко тоже таким коричневатом где-то вот тут тут у нас такой чуть даже не чуть-чуть довольно заснеженная гора будет вот ну мы начинаем как бы от нижних слоев вот что-то такое дальше у нас там небо небо мы можем и чуть-чуть зададим вот белила немножко вот я возьму просто красного вот такого то что в кисточке там я смешиваю и получаю что-то вот такое где-то тут так это у меня картонка ну холст на картоне ведь чуть не упало амортизирует вот я сейчас взял немножко вот ультрамарина опять чуть белила постараюсь чуть-чуть так пожелать и снизилась небо вот я опять чуть краплока чуть красного и белила немножко добавил оранжевого ажуа через свет с облаками так что поинтереснее было избелило вот и перехожу к следующей кисточке ну вот поменьше вот и беру вот это избили вами ультрамарин вот избили меня тут большая такая такой просвет небольшой так для теплой холодности очень даже так неплохо так и чуть-чуть зададим такие мягкие края чуть белило оранжево мягкие края вот этих облако облако и 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 вот немножко ультрамарина вообще я вот это все смешиваю чуть даже сиена чуть погрязнее вот и вот что-то вот такое получается чуть краплака еще чуть белила вот такую вполне может быть и также у нас в тенях вот что-то чуть посинее надену вот здесь мы тоже такого оттенка это вообще снег который лежит в тени да вот вот ну сейчас мы перейдем на мастихин где можно будет эффектно делать вот такие нюансы снега который лежит вот на камнях на каменистой поверхности потому что эту структуру трудно выписывать это надо чуть дольше времени сидеть все это выписывать поэтому дам мастихином можно делать довольно эффектные моменты как раз я сейчас это покажу так-то нормально идет значит так сразу скажу тоже мастер-классов которые права проложить в москве санкт-петербурге иногда в разных городах леннер у нас черногории скоро будет скоро это лето июня значит тут нормально потом приглашаю всех на свои мастер-классы подписывайтесь на канал здесь тоже частинка я вот выкладываю теперь видео уроки там у меня не всегда одной как бы с фотографии прямо один к одному да поэтому если вы будете повторять лучше берите вот законченную эту картинку да пусть это будет на вас как исходный материал по чему идти потому что когда я что-то меняю то можно немножко напутаться то есть какие-то бывают какие-то вот у видео уроки я так довольно точно повторяю то что на фотографии вот они исходные фотографии нам дом не бывает не на это не в ютюбе а моей группе вот джеки для всех жипси онлайн обычно есть всегда ссылки под видео можно тоже зайти посмотреть или вступить в группу или просто посмотреть не обязательно вступают тут про мастер-класс у меня обычно все написано в группу как раз и чуть-чуть но это такой быстрый урок я не буду все доводить прямо да конечно вот здесь можно так поработать еще более почище вообще более облачка поиграть с облачками так чтобы они были более реальные ну а вот хочу это такой быстрый урок делать поэтому особо на это не буду отвлекаться а вот покажи именно сам принц видеть все я заполнил все то она у нас есть это подкладки на такие и вот теперь уже нужно переходить к тому же мастихин вот я здесь еще тут вот теперь я беру мастихин вот он мастихин такой и начинаю делать снег который у нас тени для этого я беру вот видите как прямо побольше белела потом я бы здесь взял бы ультрамарина вот этого вот уже вот что такое так и сейчас так это будет ярко слишком так минутка сейчас я добавлю красок себе так так и вот он ультрамарин это я на палитру добавил чтобы чуть подтемнить вот у меня уже вот что такое потому что потом я вижу что даже не пробуя на на холсте я вижу что это будет светловато вот сейчас я попробую вот это вот такое но все таки светловато чуть еще на этот раз я вот этот голубой пц и опять вот краплак и так довольно я сейчас даже перетемнел чуть осветлять проще вот например уже вот что-то вот такое значит отсюда тоже беру здесь мешаю что побольше краски вот я сюда вот уже насколько у нас потемнела все вот я рядом делаю вот такое принципе то может вполне быть вот я чуть-чуть час побольше сделаю краски чтобы мастихин дело такое требует больше краски вот если мы кисточкой можем более экономно все это томасе хим требует слоя без слоя нам трудно будет поиграть вот с этими фактурками поэтому тут не жалеем краски вот я вот беру какие-то вот такие еле касаясь холста и пара довольно параллельно виду вот ну тут нужны эти ощущения отработать для себя словами трудно сказать насколько мы нажимаем насколько нет это очень нюансы такие от эти ощущение тактильное нажимание вот как рука чувствует но это нужно отработать а для этого надо почаще вот таким инструментом так вместить эту краску иначе вот этого ощущения не будет вот и мастихин дело такое вот никогда нельзя повторить точно то что вы сейчас сделали до 100 вариантов и все будут они разные потому что тут как бы мы регулируем вот эту случайность немножко я убираю там где-то слой краски подниму мне не до мешал так еще делаю ой на чуть-чуть задел сейчас это ничего так еще делаем краски потому что не хватило тут вот именно теневой должен быть в принципе почти один цвет один тон потому что если начнем делать разницу в цвете тони немножко цельность пропадет вот я сейчас немножко темнее уже поэтому я сейчас стараюсь найти опять этот тон вот уже почти можно сказать тоже вот еще вот у нас схема вниз как бы лучше когда с не упирается во что-то потому что иногда надо так рассказывать через этот дальше по холсту и тут картонка конечно не дает мне все равно сделать так чтобы это выступал иначе он падает опять на следующую плоскость вот так хотя бы более-менее можно проскользнуть вот тут вот такие поверхность стаминистая и где-то вот проплешины тоже надо оставлять снег но не везде какие-то проплешины вот тоже немножко надо избегать вот этой алиапистости на иногда бывает так что мы вроде бы все делаем правильно но смотрится как-то не цельно значит вот эти композиционные моменты скорее всего довольно так разбросано равномерно а в природе всегда вот такие моменты вот чуть густо чуть где-то пусто вот такие ощущения тоже за ними надо проследить вот эта теневая часть пока с этим мы закончим и перейдем чуть следующий этап где тоже тени ваяну чуть подальше и от того что здесь вот такая впадина от таких вот я чуть красную возьму ну световой эффект такой на от отражения все вот она чуть теплее светлее вот эта часть вот мы схемами от той же чуть пройдет как бы это это тон вот я уже кисточкой прошел но желательно тут еще немножко так на стихе нам пройти вот я вот сейчас нахожу вот я сюда что-то такое ну опять-таки мне надо сюда на холст это поставить и понять правильно ли я так попал вот это дело такое конечно на глаз так вот на палитре увидеть цвет да это и на холсте это нельзя сказать что мы точно можем это увидеть насколько они совпадают потому что на палитре может окружение окружает одни цвета здесь другие поэтому сосед всегда действует на цвет по-своему что ощущение цвета немножко меняется иногда красный может превратиться даже зеленый от того какой сосед рядом так чтобы у нас и такие вещи это можно сказать такие цветовые фокусы на их нужно назвать мы здесь кого ничего удивительного нет все как бы относительно соседних цветов сам цвет вообще немножко по-другому так значит вот сюда я еще светлее делаю почти этот же цвет просто потом я чуть светлее и вот еще я сюда поставлю вот так вот так вот и остается нам подбросить сейчас вот я вот чуть вот таким вот оранжевый да вот и чуть сиену вот что-то вот такое подбрасываем под голые камни которые у нас могут быть вот на склоне который оголились вот так вот так вот так так Ну и где-то сюда может что-то тоже падать, так и остается у нас светлый, вот почти белило, да, я вот беру белило, почти можно сказать чистым, и вот делаю какие-то вот такие моменты, такими скользящими движениями, главное не записать все, потому что тут важно вот именно движение, очень такое параллельное движение по склону, да, чтобы это ощущение вот этих каменистостей было довольно реалистично. Вот тут тоже дальний чуть-чуть можно засветить. Ну и кое-где тут, раз уж сюда этот попал свет, да, чуть и снежок можно тоже подсветить. Вот в принципе уже гора, можно сказать, готова. Ну и конечно можно какие-то еще там нюансы чуть-чуть, где-то что-то там дать, но не будем уже этим увлекаться. пока главное получить вот этот эффект мастихеновый. Остальное уже по мере повышения техники можно будет и проработками так заниматься более. Вот, пожалуй, на этом я остановлюсь, чтобы не усложнять все это. Вот, всем удачи! Подписывайтесь! Будут и дальше уроки разные. Удачи! Удачи!